В Самаре, минувшей ночью, сразу на нескольких улицах дорожные службы переставляли припаркованные у обочин автомобили. Чтобы снегоуборочная техника качественно могла убрать снег с проезжей части, городские власти пошли на кардинальные меры – временное перемещение автомобилей. Если стоят припаркованные машины, то сдвигание, прижимание снега получается неэффективным. Когда днем машины выезжают с приладковой части, снег обратно растаскивается по всей проезжей части, естественно, днем увиден нулевой результат нашей работы. На участках, где дорожные сдаки не установлены, водители не нарушают правила дорожного движения, но, тем не менее, мешают проведению снегоуборки. Поэтому администрация городского округа вынуждена тоже применять такие меры, как просто временное перемещение на месте этих автомашин без их эвакуации, без привлечения водителей к ответственности. Автомобили, припаркованные без нарушений, аккуратно поднимают и возвращают на место после того, как спецтехника убрала снег. Для хозяев машин процедура без последствий, в отличие от водителей, нарушивших правила парковки. Каждую ночь службу эвакуации отвозят на штрафстоянке более 20 таких автомобилей. Действительно, посмотрите, какое безобразие. Даже вот мы проезжали, машина вообще полностью завалена снегом, там огромный сугроб. И, естественно, здесь нарушение правил дорожного движения. Вот этот знак, он 327 запрещает остановку и стоянку транспортных средств. Штраф будет 1500 рублей за конкретный знак. Минувшей ночью эвакуировали на штрафстоянке автомобили, припаркованные в неположенное время. Автовладельцы проигнорировали запрещающий знак на нечетной стороне улицы. Там нельзя парковаться с полуночи до 7 утра. Самарцы к эвакуации машин отнеслись с пониманием. Проезжие части более-менее, если еще как-то убирают, то крайнюю правую полосу практически невозможно по ней проехать. Ну, конечно, водителей тоже понять можно, потому что в дворах тоже не всегда хватает места. Но, тем не менее, знаки если вешают, то надо, наверное, их соблюдать. Городские службы говорят, на борьбу с машинными подснежниками теперь будут выходить регулярно. По словам дорожников, только так можно расчистить дороги полностью. Нынешняя зима уже побила прошлогодний рекорд по количеству выпавшего снега. Валерия Квасневская, Алексей Золотенков. События.